Финансировать кадетские классы в школах из регионального бюджета. С таким предложением выступили депутаты Заксобрания области. Детей в кадетских классах со школьной скамьи готовят к службе. Им прививают железную дисциплину, опрятность и организованность. Они носят форму в полицейскую, казачью, военную или сотрудников МЧС. Главный акцент преподаватели ставят на патриотическом воспитании. Во Владимирской области свыше 60 кадетских классов. Обучаются в них больше полутора тысяч учеников. В учебную программу включены не только физическая и строевая подготовка, но и не менее важны и исторические познания. Жизнь кадета отличается от жизни простого ученика многими факторами. У нас есть дополнительные уроки, такие как история русского оружия, проектная деятельность, стрелевая подготовка. Мы участвовали во многих соревнованиях, например, по стрельбе и по другим областям. Депутация к собранию области Инна Гаврилова, будучи директором школы, в которой есть кадетский класс, знает о потребности учреждений в финансировании. Ту же форму необходимо на что-то закупать. А из-за удлиненной программы требуется и дополнительное питание. Совместно с депутатами фракции «Единая Россия» Инна Гаврилова предложила помогать кадетским классам за счет областного бюджета. Для того, чтобы классы могли развиваться, необходимо поддержание особой материально-технической базы и участие ребят в многочисленных мероприятиях, которые проводят для кадетов как на муниципальном, региональном, так и на всероссийском уровне. Пока кадетские классы держатся на голом энтузиазме, считают депутаты облпарламента. Сейчас в проблемы включены немногие. Редкие педагоги, некоторые главы учреждений и муниципалитетов. При этом активную и комплексную поддержку должны оказывать областные власти, отмечает зампредседателя законодательного собрания области Роман Кавинов. Мы посмотрели опыт других регионов. И на самом деле во многих регионах есть со стороны именно региональной власти поддержка, в том числе и финансовая, кадетского образования. И мы считаем, что этот опыт как минимум достойный. Во-вторых, сейчас вот изучаем у нас все-таки, несмотря на сложности объективные в регионе, повторюсь, более 25 учреждений, количество классов еще больше реализует в том или ином виде кадетское образование. Мы считаем, что это направление нужно поддержать финансово. Инициативу предусмотреть деньги в бюджет следующего года на кадетские классы обсудили сначала на Комитете по образованию. Там идею поддержали, а следом рекомендацию утвердили и на заседании законодательного собрания. Анастасия Козлова, 6 канал.